1 июля 2013-го начало свою деятельность новое ведомство Государственный комитет судебных экспертиз. За время своей работы было сделано немало. Комплектовый от штата, обновлена материально-техническая база, найдены новые комфортные и удобные для работы помещения. Всё это позволило вывести качество проводимых исследований на новый, более высокий уровень. Но на этом брестские эксперты не останавливаются. Судебная экспертиза такая сфера, которая требует особых условий для организации труда экспертов. Эксперту недостаточно рабочий кабинет, служебный компьютер и всё. Это используется экспертами дорогостоящие аналитические оборудования, которые требуют современных условий, особых условий подключения инженерных систем, вентиляции, водоснабжения, канализации и так далее. И этому мы уделяем большое внимание совершенствованию условий работы экспертов со зданиями. Так, в 2025 году начнётся строительство нового здания управления Государственного комитета судебных экспертиз в Обрестской области, которое объединит под своей крышей экспертов разных профилей, до этого располагавшихся в зданиях разных частей города. В новом корпусе разместятся кабинеты экспертов, а также порядка 30 лабораторий. В общей сложности планируется около 660 помещений. Возведение нового лабораторного корпуса для судебных экспертов. Значит, лабораторный корпус – это шестиэтажное здание, общая площадь в застройке порядка 8,5 тысяч квадратных метров. И уникальность его в том, что это, по сути, будет первое в стране такого рода здание в областных центрах. Значит, вот сейчас наши лабораторные корпуса, они расположены, скажем так, уже в приспособленных под них кабинетах, помещениях. Это же здание полностью спроектировано, будет спроектировано и построено под потребности судебных экспертов. В ходе брифинга Андрей Белянко также сделал акцент на экспертные направления, которые в ближайшее время начнут проводить в Пинске – гистологические и баллистические экспертизы. Напомним, что в прошлом году в Пинске введено в эксплуатацию здание Пинского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз. При его проектировании учитывались планы на будущее, а в частности – создание лабораторий для проведения гистологических и баллистических экспертиз. Эти экспертизы в настоящее время проводятся только в Бресте и в городе Барановичах. Имеют существенное значение для установления обстоятельств смерти, установления обстоятельств причинения телесных повреждений при проведении судебно-медицинских экспертиз. И для Пинского региона, Ивановский, Пинский, Лунинецкий, Столинский район – все эти материалы направлялись в город Брест. Это существенно осложняло и логистики, и по срокам экспертиз. Значит, вот таким образом этот вопрос будет закрыт. Часть оборудования, опять же, наши возможности – это не только помещение, какие-то инженерные коммуникации, но это в первую очередь дорогостоящее аналитическое оборудование. Часть оборудования уже нам поставлена. Стальное оборудование сейчас в стадии закупки. В настоящее время данный вид исследований проводится только в Бресте и Барановичах. Эксперты работают с высокой нагрузкой. За три месяца 2024 года выполнено более 320 экспертиз. За аналогичный период прошлого года – 305. Также в этом году проведено более 260 экспертиз по исследованию наркотических веществ. Наибольшая доля приходится на исследования синтетических наркотиков. Также нам часто поступают на исследования и сильнодействующие вещества. Знаете, что в Республике Беларусь не так давно было установлено ответственность за оборот сильнодействующих веществ. Ну, скажем, простым языком – это анаболические стероидные препараты. Вот. В прошлом году было исследование порядка 540 таких объектов у нас. В этом году пока было только две экспертизы. Тем не менее, наши эксперты имеют все возможности также для оперативного исследования всех подконтрольных веществ. Андрей Белянко постарался затронуть все важные темы. А по завершению основной части брифинга журналисты задали интересующие вопросы в области экспертных исследований и перспектив развития судебно-экспертной деятельности в регионе в целом.